Всем привет! Меня зовут Фёдор. Сейчас я немножко скажу о том, что я собираюсь здесь делать. У меня есть задача сделать средневековую музыку, такую снимать, как оркестр, л-тра-ля-ля, для игрушки мобильной, средневековая фэнтези, викинги, бойцы, чудовища, ну всё такое. Соответственно, в общем, у меня есть уже практически итоговая версия, и я хочу всё равно её ещё доделывать, дорабатывать. Потом порядка шести треков есть для этой игры. Хочется, чтобы можно было внутриигровыми в движке фейдерами плавно менять их при переходе из одной из игровой ситуации в другой, то есть некую адаптивную музыку. Поэтому, ну, это следующий будет этап. Нужно будет правильно отрендерить дорожки, правильно их вставить в игру. Вот это я тоже застримлю. Ну, а пока что, собственно, само создание музыки, доведение её до ума. Вот так она звучит. Я прям буду показывать, если что состоит. Арфа, группа. Энджин. Тема. Расскажу потом. Типа такой ксилофончик вы слышите. Эйблтнусские. Эйблтнусские родные плагины. Вот. Это, естественно, пошёл контакт. До чего я дошёл? До того, что можно сделать плотный басок из тубы и саба. Несмотря на то, что это оркестровка, я понял, у Тём уже упробовал ошибок, что так лучше делать такую подложку. Вот. Ну, это даже уже с каким-то мастерингом таким предварительным. Вот так должно менее плотно звучать. Сводить лучше так. Вот. Ой, почему-то ещё отключён у меня сэнд. Один из сэндов. Вот эффект. Вот. Такой проект. Несколько дорожек. Струн на смычковых. Вы их уже слышали, как они звучат. Трубы всевозможные. Тут было очень много мороки. Вот. Некоторые отключены, потому что контакт чуть подключивает. Собственно, из сэмплов, из различных собраны драмсы. Вот. Дудочка тоже на энджин. Очень прикольная штука, вроде контакта. Ой, тут какая-то... А тут у меня Крик Феникс был. Вот это. Потом. Вот. Собственно, так выглядит этот проект. Я, наверное, пройдусь в какой-то момент по вопросам. Если не будут, если кто-то меня будет смотреть. И я думаю, что будут люди делиться на два типа. Те, кто такие, о, прикольно ты сделал. Буду так же делать. И люди более опытные, которые будут критиковать. И я, на самом деле, очень за. Потому что, понятное дело, что я не все умею, не все знаю. Но готов развиваться и учиться. Если есть реально дельные какие-то советы. Мол, чувак, блин, у тебя торчит там труба. Это что, не слышишь? Давайте их. Это очень круто и полезно. Я бы сам себе такие давал, если бы мог посмотреть чаще со стороны. Но когда ты ежедневным таким трудом занимаешься, довольно сложно. Объективностью. Вот. Чтобы вы понимали, насколько нужно было в какое настроение попасть. То есть вот какой-то. У меня есть небольшой отрывок. Прям чуть-чуть пальну. Вот. Не буду сильно показывать. Ну, вот настроение, да, такое. Вот. Будет потом такой ролик. Ну и война, конечно, там у них будет. Вот. Ну, это в любом случае ролик для настроения. Не под него музыка делается. Музыка отдельно. Вот. На этом я хочу закончить. Вот. Сказать еще, что, наверное, я буду рассматривать какие-то SFX эффекты, саунд-дизайнерские примочки, кроме музыки. Вот. Собственно, чуваки, welcome. Вот. Повторюсь еще раз, что хотел бы слышать критику и советы тоже от более маститых и продвинутых специалистов. Вот. Ну, спасибо. Всего счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok